Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Номер 4 Дмитрий Шевляков Номер 7 Александр Петеркин Номер 11 Денис Петровс Номер 14 Дмитрий Виецкий Номер 16 Александр Мильников Ну и далее поехали у нас уже либеры команды Артем Зеленков Номер 22 В принципе должен был появиться Но я вижу, что сейчас его нет на площадке Появляется сегодня Артем Крайнов Юрий Филиппов Тренирует гостей Ну и быстро переходим уже к составу Хозяев площадки Появляется сегодня на площадке Сергей Савин Поэтому аплодисменты, трибуны Вполне себе такие Обязательными получаются Потому что давно мы не видели Савина на площадке Вот они, пожалуйста, действующие лица Кого мы сегодня видим В частности здесь Илья Скуркаев Номер 20 Вижу я Сергея Савина Номер 8 Здесь же на площадке Два либера Арман Мортынек Номер 1 И Семен Кривиченко Номер 27 Но сейчас я так посмотрю Еще более пристально Кто появился Дмитрий Щербинин Номер 10 Центральные блокирующие команды Это нам представляет сейчас Плашку с составом гостей Здесь же на площадке У хозяев Марка Илович Номер 14 Ну и Лобурич Да, на площадке Диагональные команды Дражин Лобурич Номер 9 Вот они Абаев Связующие команды Константин Абаев Здесь получается Самый молодой волейболист Кто у Новосибирска Вышел сегодня на площадку 21 год Напомню Константину Абаеву В этом сезоне он У нас главный Получается связующий На него масса шишек Сыпется со стороны болельщиков В ряде неприятных эпизодов Ну и более опытная команда Сегодня Из Нижнего Новгорода приехал Я понимаю, что все-таки Нижегородская область Но Нижний Новгород Буду называть Поэтому уж Не обессудьте Дидич будет на подаче У гостей Именно его подачи Заставляют Хитрые такие Вы знаете Подачи Заставляют Ряд команд Дражать В обороне Он Часто выполняет Изначально силовую После этого Делает Подачу Может быть Менять То есть По траекторуе полета Меча Ну и конечно же Сокращение Тоже Называемое Укороченное У него тоже В арсенале есть Посмотрим мы Сейчас Более-менее Видим мы Планер Понятный для Локомотива Поэтому Мартынюк легко Справляется С этой подачей Далее Неплохая Передача На Абаева И пожалуйста От блока Отыгрывается Уже Марка Ивович Пока Спокойные Глаза Такие У Пламена Константинова Тем более Что команда Просто Напомню Матча победила Победила За счет Подач Марка Ивовича Не забываем Мы об этом И сейчас Ивович тоже Хорош Вот уже Третий матч Мы отмечаем Ивович Буквально Вы знаете Возродился Из пепла Но и стал Вы знаете Очень здорово Себя на площадке Проявлять Пайп От Ивовича Не было там Заступа В прошлом матче Против московского Динамо Было пару моментов Когда Судьям пришлось Обращать внимание На Тренеров Тренеры В частности Гостей Московского Динамо Брал Повтор Посмотрите Был ли заступ Или не был Ивович Действительно Заступал Но сейчас Все было правильно 2-0 Локомотив впереди Опять же Хорошая подача И первый темп у гостей Весьма уверенно проходит Мельников забивает 1-2 1-2 на подаче АСК Мы отмечаем В данную минуту В турнирной таблице Напомню АСК из Нижнего Новгорода Занимает Восьмое место 22 матча 11 побед Получается Один с поражением 50-50 50-50 Ну и Савин Первые очки Набирает Давно мы ждали Его появления Не хватает Конечно же Савину Локомотиву Не хватало В прошлых матчах Но и сейчас Савин хорош В данном эпизоде 30 очков Получается У команды Юрия Филиппова За 4 матча До завершения Регулярного чемпионата Предварительного раунда С командами Из первой шестерки Турнирной таблицы Придется сыграть Как говорится А не придется сыграть Да Уже В концовке чемпионата А нет Все таки путаюсь Да Действительно Да Последние матчи 4 матча У команды Из Нижнего Новгорода И они будут С первой шестерки Сегодня Локомотив Шестое место Ну а далее По списку Будет Зенит Из Казани Московская Динамо И Кемеровский Кузбасс То есть В принципе Несмотря на то Что Уже АСК Как бы Вышли в плей-офф Чемпионата Да Продолжат в дальнейшем Борьбу Концовка чемпионата Будет весьма Тяжелой Для команды Юрия Филиппова Долгий розыгрыш Мы сейчас видим Хорошая защита От Локомотива Тяжелый мяч Достает В этом эпизоде Локомотив Там был Савин Абаев На Ивовича 5 пай Третий Третий Получается Уже в этой встрече Если я так правильно Считаю 4-2 4-2 Локомотив впереди Какое спасение Было здесь В данном эпизоде И от Мартынюка Отмечаем мы Одной рукой Поднял он мяч Ну а дальше Было 60 Стало 61 И сейчас Гости Едва не спаслись Илья Выдает Савин сейчас Буквально С места Выдает Все-таки Мне кажется Это вот Есть Та самая Накладка Определенной Травмы Правой руки Все-таки Обращаю Внимание На Правую руку Капитана Новосибирска И перебинтованный Большой палец Ну и сейчас В приеме Тоже довольно Аккуратно Действуют Закрыли Ивовича 6-5 Или 5-6 На подаче АСК АСК Пока не дает Хозяевам Оторваться Шевляков На подаче У гостей Это Планер Мартынюк В приеме Лубурич Лубурич Попал В площадку Казалось Что Все-таки Мяч Потихонечку Улетит За линию Поле Вы знаете Все-таки Уложился И сейчас Так не случайно Показывают нам Юрия Филиппова Который В задумчивости Находится Может быть Стоило взять Просмотр Но Не стал Филиппов Брать Просмотр Решил Все-таки Довериться Арбитрам Ошибается Куркаев Нижегородцы Напомню Да Закрепились В плей-офф И с высокой Долей Вероятности Именно АСК И Факел Могут сыграть Между собой Хотя Локомотив Тоже еще Вполне возможно Может Догнать Факел Но там Призрачные Все-таки Шансы Остаются У подопечных Пламена Константинова Факел Тем более Еще и Зенита Санкт-Петербурга Взял Да и победил С любым счетом 3-2 Было это Буквально Кур тому назад Лубурич Забивает По линии Константин Абаев Способен Выполнять Весьма Неприятные Подачи И в данном Случа Тоже Определенные Трудности Были у гостей И Кривиченко Не успевает До этого Мяча 8-7 Питеркин Был хорош На приеме Давайте посмотрим Еще раз Нам показывают Уже финальную Стадию В частности Титича Кажется Что у Титича Ну такой Есть лишний вес Но при этом Титич Весьма прыгучий Волейболист И сегодня Пока что В начале Первого сета Титич В большей степени Выполняет Именно такие Планеры И спокойные Подачи Марка И его Витчич На сей раз Промазал Серп Не попал В площадку 8-8 Счет На равных Что касается Восьмерки Кстати Счастливое число В этом сезоне Для АСК 8 побед Подряд Овержала Победа 8 подряд Победа То есть У Юрия Филипова У его команды В январе Там Начиная Буквально С первых чисел Января До Десятых чисел Февраля Команда Никому не проигрывала 8 побед Но при этом Я бы отмечал Что команда АСК При этом Встречалась С соперниками Которые находятся Во второй В половине таблицы То есть Там были Гаспорт Югра Дважды Енисея Белогория Нефтяник То есть Лидеров Лидеров Не было Ну а потом Уступили Буквально Тур Тому Назад Не в том Туре А позавтра Получается Два тура Тому Назад Уступили Уралу Из Уфы Ну в прошлом Туре Опять же Команда Филиппова Была Сильнее Самотвора Со счетом 3-1 Победили На родной Площадке Мельников На подаче Не удается Принять мяч Капитану Локомотива 9-9 На равных У нас Все складывается В этом матче Локомотив В прошлом Туре Победил Динамо ЛО Одного Из аутсайдеров Получается Этого чемпионата Победил В гостях Со счетом 3-1 И Лоборич Там был Самый забивающий Волейболист И сейчас Тоже Лоборич Забивает В прошлом матче Лоборича Было 27 очков Вообще Лоборич Вот тоже Ближе к февралю К концу января Здорово Прибавил И на подачах Здорово Прибавил И конечно же До этого Хорош на подачах Да Ну и конечно же В атаке То есть такая Кресенская у него Скорость стала 25-27 Очков за встречу Это очень хорошие Показатели Ивович Лоборич Лоборич Смягчает блок Соперника Титич И отыгрывается Сейчас Титич Отбока Локомотива Ваут Впереди Уже гости 11-10 Ну я бы отмечал Опять же Лоборич Раз там показывают Его сейчас Так Показали Да Что в прошлом матче 27 очков Против Динамо Ило И при этом Еще и 5 Эйсов 5 подач На вылет И так будем Говорить У Родичева Было 19 очков У Марка Иллича 13 11 очков Набрал Илья Скоркаев Опять же Савин там Не играл В прошлом матче Был в заявке Но на площадку Так и не вышел Лоборич На подаче Опять Сильнейшая Подача Очень сложно С ней справляться И блок Локомотива Здесь играет Здорово Приходится Титичу Выручать Свою команду В защите Одной рукой Буквально Спасает мяч И не получается Любимый Прием Прием Не получается У Савина Из 4 по 4 Ну сложно Разумеется Сыграть Ну сам же Опять же Сергей Савин Обмечал Неоднократно Что это Моя любимая Атака Из 4 по 4 Лоборич Хорош Блок соперника В лице Титича И Савин Легко Перебрасывает Мяч Прочитал Сейчас действия Гостей И уже Артем Крайнов Не успевает До этого мяча Добраться Артем Зеленков В прошлом матче Кстати играл Против Самотлора Но сегодня Видимо другого Либера Молодого Артема Крайнова Не знаю С чем связана Эта замена Вполне возможно Есть определенная Ротация Ну а может быть Даже и травма Но опять же Обращаем внимание На весьма Несильные подачи Сергея Савина Буревич Обманул Соперника В тройной блок Там висел И Крайнов Не успевает Кто-то Ничего Смотрим Мы еще раз Здорово Здесь Обхитрил Сбросил Мяч в котел И остается На подаче Савина Очень похоже Что есть у него Дискомфорт Все-таки Определенный Сейчас силовую Выполнял Не уложился Он в площадку Попал В сетку 13-13 Счет равный В первом сете Могут команды Сыграть Напомню еще раз В стадии Плэй-офф Между собой Но необходимо Тогда По локомотиву Догонять Факел Из Нового Уренгоя А факел Я напомню Решил еще И оторваться Локомотив Сейчас на шестом Месте В турнирной Таблице За 4 матч До завершения Регулярки У Лока 13 побед 9 поражений 41 очко На 2 победы Команда Стоит от Факела Который на пятой Строчке В турнирной Таблице Мельников Сгасывает мяч Но Свистят Здесь зрители Считают Что все-таки Не по правилам И Савит Тоже пошел Разбираться С арбитром А мне И усадено Что это был Бросок Все-таки Но подача У гостей Остается Смотрим Еще раз На повторе А это Шансы Шансы В гостя об этом не забываем мы остается еще и у факела один матч домашний против в белогорье то есть команда занимающие 14 10 и 13 места в турнирной таблице был любопытный сейчас эпизод и здесь было для касания блока вецкий специально пытался сыграть по блоку в данном эпизоде вполне возможно увидим повтор и все-таки тайм-аут тайм-аут гости берут давайте послушаем наставника гостей и юрия филиппова в этом сезоне юрий филиппов присоединился команде напомню еще раз первый год для него получается войска в прошлом сезоне тренировал еще нового из нового куйбышевска вот сейчас в этом сезоне в принципе вы знаете весьма неплохо из ката в турнирной таблице выглядит ну и по игре опять же да команда опытная не забываем мы об этом здесь сплав молодости и опыта можно сказать но в принципе если посмотреть на возраст волейболистов то получается в стартовой шестерке больше половины волейболистов которым уже за 33 4 34 40 лет то есть и команда которая не тушуется перед соперником здесь логович опять забивает в концовочке первой партии локомотив потихонечку уже отрывается от соперника 1814 смотрю я сегодня на главную трибуну вот она сейчас тоже на экранах у вас появляется обратите внимание там под завязку у нас это главная трибуна которая по камере получается находится от нашей камеры здесь у нас сегодня нет тех мест которые были раньше то есть и когда можно было как говорится риде до людей связи с коронавирусом главное эти центральные трибуны за день до матча несмотря на то что соперник в принципе занимает восьмое место билеты уже были раскуплены ошибается маркаевич на своей подаче 16 19 на подачи оказываются гости перемещаясь чесания кстати вы знаете не было касания но показывают арбитр то есть показывает там титичи что нужно брать филиппову повтор мне показалось что было касание изначально поэтому вполне возможно сейчас очко могут отдать аэска мы подождем мы этого первого повтура в этой встрече напомню что подходит к этому матчу команды нижегородские волейболисты за 4 тура до завершения регулярного чемпионата тракт а не было не было касания здесь я говорится слава богу ошибаюсь в данном моменте двадцать шестнадцать локомотив впереди хорошее преимущество четыре мяча но необходимо еще брать разумеется свои очки щербинин на подачу чуть позже расскажу я о том как подходит команды к этой встрече я имею ввиду команда аэска как завершился матч там какие были подробности и опять же размышления тренеров и игроков после прошлого матча мы тоже самое в принципе напомню вам о том что было против после матча локомотива против получается динамо эло 21 16 ошибка была у гостей остается щербинин на подачи весьма неприятный у него подачи очень мощный и вот смотрите да это из для щербинина и тайм-аут берет берут гости давайте послушаем юрия филиппова а 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 Дмитрий Щербинин в списке очков на блоке, то есть в статистике, занимал до этого матча 39 позицию, было 27 эйсов. Ну вот сегодня, пожалуй, эйс один еще раз записал на свой счет и здесь поднимается чуть повыше уже, занимая, получается, там 37 строчку, но это, в принципе, такой показатель не самый главный в волейболе. Здесь коллективный вид спорта, здесь необходимы победы именно в матчах, а не индивидуальные награды, хотя, в принципе, тоже это ценится со стороны болельщиков, ну и статистов. 22-17, гости здорово сейчас разыграли приемы, хорошая передача и первый темп, и очень легко Шевляков здесь завершает эту атаку. Виецкий, у Виецкого классная подача, трос спасает сейчас локомотив и тяжеленный мяч, Савин забивает, фантастика. Ждем мы разбора, конечно же, полета сейчас данного эпизода. В повторе весьма любопытно будет посмотреть. Вот здесь тросы касаются мяча, успевает в последний момент Абаев. Мартынюк передачу на Савина, и Савин, пожалуйста, там из четвертой в пятую зону, получается, завершает эту атаку. Хорошая, опять же, подача у локомотива. Тройной блок тоже здорово действует, и придется опять доигрывать здесь смягчение от локомотива. Абаев первый темп на... Илья Скуркаев забивает. Сет был у локомотива. 2-4-17 в первом сете. Двое уже вроде бы и ждали Куркаева, но все равно сумел отыграться. Вон и на подаче Дражин Лоборич. Дражат сейчас трибуны локомотив-арена. Касается мяч троса, и здорово играет блок локомотива, в частности, капитан команды Сергей Савин записывает на свой счет очков. Следовательно, 25-17 в первой партии локомотив выигрывает, и 1-0 ведет пока что. Но продолжение следует, будьте вместе с нами, все любопытное у нас, разумеется, будет впереди. Я хорошие люди, я зарождающиеся лица, я прямо лучше в голову у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас, получая информацию, восстанавливается после повреждения. Вот сейчас мне уже подтверждают эту информацию официально, то есть все-таки вот это подтверждение повреждения мы видим. Здесь правая рука капитана локомотива. Но я думаю, как говорится, здесь не то, чтобы до свадьбы, да? До плей-оффа заживет. И Марка Илович на подаче. Сербский легионер локомотива и выполняет укороченный эйс Марка Иловича. Как-то вот потихонечку, вы знаете, стал оживать Марка Илович именно, я напомню, в конце января. Может быть, Лига Чемпионов неудачная завела Марка Иловича. Я бы отмечал, тем более, что Платин Константинов, что легионеры там полостались очень здорово. А вот ребята из России не очень хорошо играли. Ну и ряд замен, да? Мы давайте отмечать тогда, что у нас происходит на площадке. Вижу я, что у гостей здесь на площадке, в частности. Виталий Фицов появился. Диагональной команды. И у локомотива центральный блокирующий это Дмитрий Лызик. Вот он, пожалуйста, сейчас в атаке, но закрывают его гости. И пайп, да, я говорю, не, пожалуйста. Получить. Остается Мельников на подаче. Мартынек в приеме. И хороший здесь высокий мяч. Хорошая передача. Именно по высоте здесь идеально все было сделано. Лоборич просто должен был хорошо прыгнуть, как говорится, и забить. Посмотрим мы еще раз. Выше блока соперников. Мяч проходит. Лызик. Дмитрий Лызик на подачу у локомотива. 2-2. Во втором сете переходящий мяч. Первый темп. Нет, все-таки решил сыграть Абаев более хитрее. И правильно делает. Ждали там Илья Сокуркаева. Отдает передачу на Лоборича. Лоборич забивает. В данном моменте. Смотрим еще раз. Вот здесь на одиннерном блоке оставили Лоборича. Но это для него в этом сезоне семечки. Ну и опять же хорошая подача Дмитрия Лызика. У Дима Димыча очень хорошие подачи. И сейчас локомотив мяч спасает. Рано еще, как говорится, было посыпать голову пеплом. Но не успел в последний момент команду выручить Илья Сокуркаев. Илья Сокуркаев доспешил, понимал, что мяч там падает, но не сумелся реагировать. 3-3. И опять же под завязку у нас похожие, да? Первый сет и второй сет начинаются. Вот в принципе то же самое мы и видели буквально минут 20 назад на площадке локомотив арена. Хорошая подача удается в данном моменте у гостей. Но опять же высокий мяч. Здорово ногой играют гости. И здесь с мячом локомотива и мяч в площадке. Я бы отмечал все-таки футбольные действия Виталия Фитцова. Именно он там ногой. Мяч-то спас, приподнял. Это уже финальная стадия. Илья Сокуркаев под заднюю линию. Весьма уверенно мяч забивает. Луборич, лидер эйсов, эйсмен этого сезона, укорачивает. Но не обманул в данном моменте он. Тихича на приеме. Ну и дальше уже, мне кажется, Фитцов просто до мяча не долетал в данном эпизоде. И в данном моменте, поэтому нуждали его там. Уже волейболиста локомотива. Смотрим еще раз. Да, динарный блок все-таки Савина. Но пришлось далеко Виталию Фитцову, как говорится, здесь до мяча добираться. И опять сумасшедшая подача. Луборича. Отмечал сегодня, кстати, Юрий Филиппов в одном из таймаутов, что чуть-чуть руки в сторону уберешь, и уже подача от твоих рук, прием, то есть от твоих рук уйдет на атрибуну. Да, так оно и происходит. Очень мощный именно по центру и весьма такие еще крутящиеся, я бы так выразился, да, в данном эпизоде решил обмануть соперника. Но вот, пожалуйста, и Виталий Фитцов должен сегодня отличиться и отличается в данном моменте еще один диагональный гостей. 26-летний волейболист, давайте отметим. По ходу межсезонья, что касается гостей, то отметим, что 6, то есть 8 волейболистов ушли, 8 пришли и 6 остались. Вот так буду говорить. Здесь касание сетки мы видим, но, видимо, все-таки в большей степени от мяча и касание еще и было блока соперника. Если я правильно понимаю, давайте посмотрим, все-таки или я здесь спешу. Нет, нет, все-таки я ошибаюсь, извините. Остается мяч у гостей. Хорошая подача. Лоборич, это большой привет. И вот показывает сейчас Лоборич. Вам там большой привет от меня. Не скучайте на трибунах. Восемь ушли, но при этом ушел еще и главный тренер, кстати, у АСК. В мессезоне Шулепов, который поднимал команду из... Высшей лиги Б, получается, в Суперлигу. Мы в этом сезоне тренера сменили. ВСХ. Мы с тех, кто остались, здесь Петровс, Никоненко, Андреев, Петеркин, Валеев и Крайнов. Савин на подаче. Мне, опять же, аккуратно подает в данном эпизоде. Титич сбрасывает мяч и... Едва там еще на своего не наступили. Сейчас вылипали с локомотива. Вроде бы все обошлось. Хитро. Играет Титич. Ну и вот, опять же, очень похоже, да? Это то, что мы видели с вами в первом сете. Игра идет на равных. Шевляков на подаче у гостей. Савин в приеме. Марко Илович расстреливает буквально сейчас первую зону соперника. Я бы еще отвечал, что ушел в прошлом сезоне, кстати, диагональный Джон Вэнд. Который весьма был полезен команде. Но вот все-таки решил перебраться в Японию. В прошлом сезоне Вэнда мы видели с вами в Суперлиге. Можете вспомнить этого диагонального. Но это блок локомотива. И здесь молодежь в большей степени выступает. Вчерашняя молодежь, но сегодняшние уже игроки основного состава. Викри Лызик и Константин Абаев. Но в большей степени, опять же, Лызик здесь чехлит Титича. 9-7 локомотив впереди. Эйс требует болельщики Лока. Но на подаче, оказывается, Илья Скуркаев. У него в этом сезоне чередование подач продолжается. Как и в прошлом сезоне. То планер, то, в общем-то, силовая. Но зачастую не так часто мы можем увидеть какую-то вот такую мощь, да? Позитивную. Сейчас справляются гости. Петровс на подаче. Связующий команды. Нет, не касается мяч блока соперника. Но, по мнению Лубурича, все-таки было касание. Именно потом мяч ушел за площадку. Берет повтор. Плавин Константинов. Здесь состоится судейская процедура видеопросмотра игрового момента. Касание блока. Касание блока, да, совершенно верно. Вот здесь, в общем-то, я не ошибся. Там либо, как говорится, сетка была, да? Да, но либо все-таки блок. Но, по мнению Лубурича, именно он так жестикулировал довольно активно, было касание блока. Много времени в этом сезоне. Пламин Константинов обращает индивидуального на Константина Абаева, подчеркивая ему там определенные, там, может быть, штрихи наводя в нападении. Напомню еще раз, Константин Абаев в этом сезоне главный, связующий локомотива, да, было здесь касание левой руки блокирующего. Вместо 9-9, видимо, 10-8 на табло локомотив-арена. А я смотрю, что еще зрители так подтягиваются потихонечку на трибуны. Начинаем. Приятно это отметить. Сегодня день все-таки у нас субботний. В 7 часов вечера начался этот матч. И Лызик индивидуально зачехлел Мельникова. 11-8. Напомню, города разделяют около 2,5 тысяч километров. Ну и вообще, получается, Нижний Новгород у нас находится в часовой зоне-то Московской. Вот так буду выражаться. То есть 4 часа разница. То есть днем в 15 часов по Москве началась эта встреча для Нижнего Новгорода. Но сейчас Абаев так смотрит краем глаза на пламена Константинова. Но не берет челлендж наставник хозяев. Все-таки мяч уходит за линию площадки. 9-11. Титич на силовой подаче. У него хорошая силовая. И здесь и Марко Иович. Но смягчают его гости двойным блоком. Ну и приходится мяч перебрасывать. Ждал этот мяч Марко Иович. И опять Иович в подаче. То есть в допадении, да. Но обратим внимание, что гости ошибаются. 12-9. Локомотив с мячом остается. Любопытно мне получить все-таки статистику. Я думаю, что получим. Мы статистику уже поближе к третьему сету. И там будет видно, кто самый забивающий в составе локомотива. Пока что очень часто атакует Марко Иович. Но реализация у него вначале была очень хороша. В первом сете потом гости стали его, как говорится, закрывать. Но на подачах Марко Иович по-прежнему довольно остро подает. Здесь уже гости отыгрались от блока локомотива. 10-12 на подаче АСК. Хорошая подача. Мартынек в приеме. И Абаев вот такую диагональ выполняет на Лубурича. Лубурич показывает, что моя была ошибка. Рискованная была передача, кстати. Но и мы здесь смотрим, что. Все-таки арбитры у нас другое решение принимают. Касание сетки будут смотреть сейчас. Титич пошел пообщаться с главным рефери. Константин Гусев, напомню, из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас на вышке. Титич то, что в матче получил красную карточку, кстати. В матче против Самотлор Юра. Но сейчас более так аккуратно общается с рефери. Дмитрий Шевляков. Касается сетки в этом эпизоде. Что касается повторов, пока что Константинов сегодня весьма неплохо. Эти повторы берет, да? Раз за разом, как говорится, без промаха. Хорошая подача, опять же, у Лызика получается. И двойной блок Локомотива сейчас не сумел смягчить довольно сильную атаку Фицова. По-прежнему Фицов... А, нет, вы знаете, не Фицов все-таки, по-моему, я ошибаюсь в данном эпизоде. Фицов сейчас на подаче, оказывается. Там, по-моему, был Николенко. Ну, схожие номера, восьмерка и десятка. Поэтому здесь, как говорится, уж не обессудьте. Где-то можно не ошибиться. Довольно быстрый, когда волейбол начинается. Савин забивает сейчас. Опять же, хорошая передача, мы видим. От Константина Абаева. Ну и Савин здорово сегодня играет именно вот под заднюю линию. В ряде эпизодов. Ну и потом прихватывает сам же себя за... За руку себя держит. Ну, смотрите, уже не первая ошибка по ходу второго сета. О! Дрожанулу Борича возникает. И не только на подаче, но и с игры тоже были ошибки. Не знаю, вполне возможно, может появиться сегодня и Павел Круглов. На площадке их красивый сейчас момент в исполнении Локомотива. И Увич реализует эту атаку. Пайпа не всегда... Конечно же, когда в полете находится волейболист, смотрится весьма эффективно. Но сейчас еще было эффектно. Савин на подаче. Не укладывается в площадку капитан Локомотива. Там показывает Константин Абаев, что необходимо взять повтор. Но не уверен, мне кажется, по глазам и сам Савин, что мяч все же попал в площадку. Но подождем сегодня. В принципе, у Пламена Константинова в Испании плохо получалось, как говорится, эти мячи выгрызать. Т1 в прошлом матче. Нижегородский волейболист введение Югру Самотвор на родной площадке. В принципе, там была довольно такая, вы знаете, игра серьезная. 26-24 в первом сете. Далее поражение 23-25. Потом 27-25, 25-21. Ну, а здесь мяч на площадке оказывается. Но и сегодня пока что с запросом Локомотива они все стопроцентными оказываются. Но повторы еще есть у Константинова во втором сете. 16-12. Опять же, вот здесь, ближе к 20 очкам, Локомотив начинает отрываться от гостей на 4 очка. Это было у нас и в первом сете. Улыбается, так вы знаете, весьма спокойно Сергей Савин. И таймаут берут в гости после этого эйса. Савин, тогда Центр поле взяли. Поехали, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Юрий Филиппов здесь расставляет приоритеты Подсказывает своим волейболистам, что необходимо делать в дальнейшем на площадке И с 17-12 локомотив вновь буквально по сценарию первого сета Отрывается от гостей по ходу второй партии и уходит вперед Ну и вот, пожалуйста, этот парень забивает два эйса подряд Капитан локомотива Сергей Савин ошибается сейчас на подаче 17-13, ну либо 13-17 получается уже на подаче в гостей Шевляков отправляется подавать Дмитрий Шевляков, блокирующий, напомню, который в этом сезоне к команде присоединился В приеме был Савин и Марко Ивович И здесь уже пайп не получается у Савина Как будто прыжка не хватило Смотрим мы еще раз Нет, все-таки, мне кажется, правая рука дает определенный сбой Есть, наверное, дискомфорт Есть, наверное, определенные болезненные какие-то ощущения в руке у Савина, когда он атакует Вполне возможно, может быть, и заморозили правый палец атакующей руки Но бережет Свою правую руку, говорится Береги руку Сеня, да? Вспоминая российскую кинокомедию Бриллиантовая рука 18-15 на подаче локомотив Ой, подождите, на подаче гостя 15-18, да, на подаче гостя Это я уже спешу Забегаю вперед, как говорится Здесь мяч не попал в площадку локомотива В ряде эпизодов сегодня у похода второй партии, да, как говорится Спешу и отдаю подачу локомотиву Извиняюсь, конечно, но Заглядываю в статистику Чуть попозже о ней расскажу Абаев на подаче И здорово, здесь первый темп проходит у гостей 16-19 Юрий Филиппов пытается поддержать своих ребят Титич, наверное, вовремя на подачу У Андрея Титича есть хорошая Подача Но и сейчас Савин в приеме И Марко Илович Переходящий мяч Абаев на Лубуриче Но здесь без шансов уже для гостей Для блоков, в частности, для блоков гостей Потому что хорошая, высокая передача И опять же не успели здесь Блокирующий, как говорится, сомкнуться 20-16 Макривович Ох, какая подоча роскошная получается Еще и блок локомотива тоже неплохо играет И... Нет, попадает в площадку Фицов удается ему сейчас завершить эту атаку 17-20 На подаче гостей Видим мы Мартуника Ну, продолжается, кстати, все-таки Именно эта ротация Она применяется у Константинова Ротация Либера Напомню еще раз Кривиченко из составе В ряде эпизодов он тоже появляется На площадке Просто в прошлом матче Абсолютного Мартуника что-то не пошло С Динамо и Ло Весьма были такие нехорошие показатели В пламе позитивного приема 25% А у Кривиченко было 50% Локомотив берет тайм-аут И при счете 20-18 в свою пользу Послушаем мы пламя на Константинова сейчас Он его поменял, тренер Ему сказал первую Подожди, но не иди в линию Посмотрим, если подаст второй раз в линию Давай, 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 давай Обращает внимание Наставник локомотива на то, что Поменял Юрий Филиппов Направление подачи У своих подопечных Ну я напомню, что, кстати, пламин Константинов Тоже человек, который не Чужой получается для Нижегородского В волейбола В свое время, когда еще была губерния Команду из Нижнего Новгорода Возглавлял именно пламин Константинов Там же, кстати, играл и Сергей Савин Давайте тоже об этом не будем забывать Но губернии нету Остались долги перед волейболистами И на карте появился Новый коллектив АСК Но и даже Федерация волейбола европейская Изначально считала АСК Правоприемником Губернии И не позволяли Тогда Легионеров регистрировать в команде Но все же удалось Там Дениса Петровса Связующего В состав прописать Все-таки Федерация волейбола Приняла решение Буквально это было Полтора года тому назад Разрешить АСК Регистрировать волейболистов Не считают Европейской федерации волейбола Что АСК Это правоприемник Но я понимаю, что Болельщики Наверное, все-таки Из Нижнего Новгорода Могут быть Другого мнения Виталий Федцов Здорово сейчас играет И не дает Локомотиву оторваться На 4 очка Ничего подобного 3 очка Сейчас 19-22 На подаче АСК Диагональный гостей На своей силовой подаче В приеме Локомотив И первый темп Очень быстрый Такой волейбол Получается Сейчас у Локомотива Так можно выражаться Итальянский, да? Очень быстро Моментально Довели мяч До Связующего Тут же первый темп Ну и посмотрим Монолуборича У него до этого Две подачи не задались Что будет сейчас А он теперь не торопится Он теперь спокойно Играет А он пытается Как говорится Не рисковать Удается гостям От блока Отыграться В этом эпизоде Иван Валеев Здорово Нашел там Лазеечку Между блокирующими Локомотива Ну и сам же Кстати Иван Валеев Отправляется На подачу Хорошая подача Получается Иович в приеме И пайп Иович У него сегодня Пайпов Ну я не знаю Наверное уже Больше пяти Но опять-таки точно Если так посчитать По ходу Первого и второго сета Очень часто Абаев Разыгрывает данную Комбинацию Ну и сейчас Забивает Сетбол У локомотива Савин Ошибается Не укладывается Он здесь По линии 21-24 Три мяча Необходимо Отыгрывать Гостям Кто там будет На подачу Сейчас у гостей И локомотив Лубурич Да Лубурич завершает Шевляков подавал Но Лубурич уже Делает счет 25-21 После второй Получается Партии 2-0 Локомотив Впереди Отдохнем мы Немного Далее вернемся Ну и третий сет Нас ожидает Уже очень скоро Оставайтесь вместе С нами Далее вернемся Я зараждаю Шестьдесят И я Время Далее вернемся 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 Но здесь Необходимо Чтобы Факел Как говорится Свои матчи уступал А Локомотив Побеждал Но у Факела Из нового Уренгоя Все весьма Непредсказуемо Команда может И проиграть Белогорью Там Весьма крупно А потом победить Московская Динамо Поэтому здесь Загадывать Не будем Но и вполне возможно Что пока На данный момент Локомотив В плей-офф Выходит на Урал из Уфы А что касается Наших гостей Из Нижнего Новгорода То выходят Они именно На Факел 55 минут Матча Уже Как говорится За спиной Оказывается 2-0 Локомотив Впереди Хорошая подача Марка Ивовича И Лобурич И блок Здорово играет У гостей И первый темп У Локомотива Здесь весьма Эффективен Оказывается Дмитрий Лызик Делает счет 2-0 Отмечаем Опять же Что В первом сете Выходил На месте Одного из центральных Блокирующих Именно Дмитрий Щербинин Но потом уже По ходу Второго сета Второй партии Стал играть Дмитрий Лызик И Ивович Продолжает Довольно Остро подавать Переходящий мяч Локомотиву Сейчас можно Забивать И опять же Пайп На моем счету Сегодня получается Шесть Пайпов От Марка Ивовича Мы посмотрим На статистику Что получается У Ивовича По ходу Этой встречи У него 9 очков Было После Двух сетов И был Один Эйс При этом Процент Приема у него Сегодня Феноменальный Позитивного 67% И опять же Хорошая укороченная Подача Лоборич Спасает мяч Передача Не самая Приятная Оказывается На Савина Но Савин Выходит Сухим Из воды В этой Довольно Сложной Ситуации Тикич Разумеется Расстроен Тайм-аут Берет Юрий Филиппов Все понятно Счет 4-0 Разумеется В пользу Локомотива Его не устраивают Есть преимущество Локомотива Сегодня на подачах Я бы отметил Что два Эйса Уже по ходу Эта встреча у Савина Два Эйса У Дражина Лоборича Есть один Эйс У Щербинина Это помним Да Было это В первом сете Ну и был Эйс Также у Марка Ивовича Ну и Отмечал бы я еще Довольно Неплохую работу Локомотива В плане приема мяча 50% Позитивного Сегодня у Мартуника 67% Я отвечаю У Савина И 67% Позитивного У Марта Ивовича И все это После первых Двух партий Вот Из чего Складывается Как говорится Это позитивная мощь Локомотива У гостей Здесь Посмотреть То Только Одна подача Была на вылет У Александра Мельникова В подачах Не все Ахти Не все Хорошо складывается В приеме В приеме Разумеется Цифры Не густые Будут 33% В приеме У Валеева 38% У Питеркина В 2016 Году И вот Буквально До прошлого сезона Командой руководил Игорь Шулепов Завершил Как говорится Он в Нижнем Новгороде Свою игровую карьеру После этого Остался на Кремерскую карьеру За три года Команду Вывел в Суперлигу Из высшей лиги Б Я сегодня уже говорил О том Что сейчас работает он В Урале Из Уфы И вполне возможно Против именно Урала Локомотив Будет играть В плей-офф Здесь по линии Здорово играет Савин 6-2 Локомотив На своей подаче У Луборича Сегодня два Эйса Уже было Сейчас неплохо Принимают гости Но Локомотив На блоке Играет Именно по месту По-моему Абаев там Если я сейчас Верно понимаю Посмотрим мы Да Судя по всему Именно Абаев И мяч Оказывается Еще и В площадке 7-2 Локомотив Впереди Есть еще Шанс У Луборича Сделать Эйс Третий В этом матче Касается При этом Савин Опять неприятная подача И мы видим Как она завершается Да Чем завершается Переходящим мячом Каждый раз Способен удивлять На своей подаче Дрожан 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 И приходится Я так понимаю Сейчас брать Таймаут А второй Таймаут Уже В начале Третьей партии Им берет Юрий Филиппов Тетич здесь Подсказку дает Продолжает Продолжает Он буквально Издеваться Над соперником То силовая То укороченная То планер силовой Но сейчас гости Все-таки снимаются С подачи Самого подающего Вот так буду выражаться Уж простите За тавтологию Волейболиста Этого сезона Ну а между прочим Команды в этом сезоне Играли Играли В Нижнем Новгороде И не один Сет играли А целых пять Локомотив С трудом Добыл победу В Нижнем Новгороде Было это еще В 11-м туре Было это еще 27-го Ноября И опять Пайп Тисевич появляется На площадке Но здесь Двойная Должна быть Замена Да Тисевич Вместо Здесь Двойная Получается Я имею ввиду Диагональный Связующий Выходит на площадку Тисевич Это связующие Команды Круглов Это диагональные Команды Которые Еще сегодня Не выходили Мы Весьма был Расстроен Кривиченко Который Сейчас Покидал Площадку Вроде бы У него Сегодня Неплохие Проценты Показатели В игре Но вот Остался Все-таки Он на игре Да На площадке Остался Вижу Кривиченко У нас В игре Ну и Кривиченко Кстати Давайте Отмечать Тогда Сейчас На площадке С Тисевичем Уже Уже Есть У него Он Здесь Уже Клубу Речу Приближается Куркаев Был На подаче Оставили Совершенно Одного В этом эпизоде Волейболистый Локомотив Офицова Но и он Забил Потом Тисевич Новичок Команды Да Без проблем Здесь разбирается С Марком Иловичем Тисевич И Круглов Павел Круглов Но вот Еще Одна Опытная Такая Стальная Можно говорить Фигура На площадке У Локомотива 35-летний Павел Круглов Моментально Отблока Отыгрывается Мало Времени Получает Разумеется Он на площадке И это Время Для него Безусловно Очень ценно Нужно ему Показывать Себя С лучшей стороны Да Трудно Выходить На замену Но он Опытный Парень Многоопытный Волейболист Который Способен В трудные Эпизоды Помочь Команде Ротацию Продолжает Плавен Константинов Ну и продолжает Опять же Своего второго Связующего Наигрывать Уже на плей-офф Здесь Первый Темп И Тисевич С левой руки Не попал По-моему В площадку Да Действительно Расстроен И Расстроен Так вы знаете В горячах Но с улыбкой Все-таки Понимает Что счет В пользу Локомотива Смотрим Мы еще Раз Вот она Конечная Стадия И Не попал В площадку Связующий Локомотива В приеме Марка Ивович Круглов Далеко Далеко Мяч там улетает Касается Судя по всему Даже еще и Перекрытия Здесь очень высоко До перекрытия Кстати Новенький Совершенно Дворец спорта Локомотив Арена Построенный Так вы знаете Поликалом Получается Дворца спорта В Казани Если вы там были Но Опять же Приезжал сюда Зенит Из Казани Здесь ошибка На приеме Вот И приезжали Волейболисты Из Казани И кстати Отмечали Что все же Более современно И более удобно Здесь Спланирован Волейбольный центр В Новосибирске Но неудивительно Все таки Совершенно свеженький В 2020 В сентябре Его открыли И это Эйс от Марка Ивович Он сегодня Безусловно Герой этого матча В принципе В прошлом матче Тоже Марка Ивовича Можно записывать Как одного из героев Я имею ввиду Матч против Динамо Ило Там он тоже Был хорош Опять же Его силовые Подачи Не хватало Этих подач Честно говоря Локомотиву Именно в первой части Чемпионат Вот сейчас Подает и подает Весьма неприятно И одинарный влог Не справляет Стантисевич Разбирается с ним Иван Валяев Показывает нам Болеева Еще одна замена Еще одна ротация Родичев Алексей Родичев В три матча подряд Он сыграл В стартовом составе Практически без замен Пока не было Сергея Савина Разумеется Кондиции у него Игровые Хорошие За эти матчи Накопили здесь Тройное Было касание У гостей У Виталия Офицова Локомотив С двукратным преимуществом Впереди 16-18 При этом опять же Отмечаю С Тисевичем На площадке С Родичевым С Кругловым То есть С теми Кто в принципе По большому-то счету Могут даже И не входить В стартовую шестерку Еще и Лизик Здесь есть В стартовую шестерку На матчи Плей-офф Разумеется Замена Она будет нужна Но таким образом Сейчас Пламен Константинов Наигрывает Тех Кто способен Будет Выходить В плей-офф И помогать Своей команде Я понимаю Сейчас Зачем Это делает Пламен Константинов Дает Игровую практику Своим ребятам А чьи Понятно Они нужны Лобуричу Будет В индивидуальной Статистике Но нужно Как говорится И других Тоже заряжать На победу Здорово Круглов играет Здесь по линии 17-8 Локомотив Очень уверенно Сейчас чувствует Себя Даже с заменами В третьем сете Дмитрий Лызик Такую паузу Сейчас взял На арбитра Обращаю внимание Все-таки нет Мяч покидает Площадку Не уложился Сейчас Лызик Не сумел попасть Посмотрим За подачами Виталия Офицова Принимающие Поменялись Ну и Родичев Сейчас красиво Принимает Позитивный прием С высокой Эффективностью Все это завершается Хорошая передача Опять же От Тисевича И показывает Тисевич Что вот за эти Сколько там прошло Получается С перехода За эти Полторы-две недели Уже определенный Он здесь Наиграл Еще и Эйс От Тисевича Ну фантастика Да Вот она Левша Локомотива Но более опытный Давайте отвечу Все-таки Связующий Нежели Константин Абаев Показывает нам Абаева Кстати Который Готов выйти на площадку Но у Тисевича Сейчас игра пошла Есть опять же Хорошая подача была В пятую зону Ну справляются гости Вполне возможно Все-таки Разрезали Как-то Определенно руки Волейболистам Локомотива Еврокубки То есть Вылетели Из Лиги Чемпионов Там только Зенит остался Который Кстати Борется Как говорится За всю Россию В Лиге Чемпионов Да еще и победил В первом матче Одной четвертой финала Со счетом 3-1 Но будет время Об этом Тоже расскажем А пока что Долгоиграющий У нас идет Атака Розыгрыши Не сумел Спасти свою команду Мартынюк Вроде бы В защите действовал По месту И руки успел Поднять Но одной правой Здесь уже было Не спастись Держит в руках Видите Лобурич Тридцатку То есть Вполне возможно Еще обратная замена Диагональных И связующего Арбитр У нас Линейный Сейчас флажок Сжигает вверх Показывает Что мяч Не попал В площадку 20-11 У Локомотива Хорошее преимущество И не стал брать Повтор Юрий Филиппов Савин На подаче Первый темп И было ли касание Мяча по-моему Не было в площадке Значит было касание А вот из волейболистов Локомотива Мяч коснулся Смотрим мы Еще раз Да Там Илья Скортаев На блоке Мяч Задел Круглов И Сейчас Круглова Все-таки Закрыли Впервые Кстати Давайте отметим С третьей попытки Удалось Закрыть Ветерана Локомотива Только сейчас При счете 13-20 В пользу Хозяев площадки Первый темп Проходит Первый темп От Куркаева Что там В дальнейшем У волейболистов Какие расписания Какие матчи Ожидают Но я отмечу Что АСК Я уже говорил Об этом У них Довольно Серьезные Три матча Впереди Против лидеров Чемпионата Ну и вот АСК 6 марта Сыграет против Зенита Из-за Казани На родной площадке Да Все три матча Будут на родной площадке Но там будут Как говорится Лидеры чемпионата Там и Кемеровский Кузбасс И Зенит И Здесь уже Нарушение Правил Получается Ну У Локомотива В принципе Вы знаете Мне кажется Чуть-чуть полегче будет Концовка чемпионата Правда Следующий матч У Локомотива Весьма принципиальный Против Урала Из Уфы 6 марта Состоится И вот Это Вполне возможно Соперники По плей-офф Так что 6 марта Призываю Всех болельщиков Локомотива Понаблюдает За гостевой встречей Состоится она Напомню еще раз В Уфе Укороченная подача Родичев в приеме И Круглов Здесь все-таки Смягчили Мартынек Опять же На Круглова И было ли касание Возьмет Наверное Повтор Пламен Константинов Если я правильно понимаю По запросу Команды Локомотив Состоится Судейская Действительно Круглов Пытался Отыграться Сейчас От рук Андрея Тикича Я напомню Сегодня уже Неоднократно Пламен Константинов Брал Просмотры И еще ни разу Как говорится Не прогадал Но сейчас Такая ситуация Что вполне возможно Это в большей степени Такой знаете Ход тренера По итогам Процедуры И добросмотра Принято решение Что мяч отдается Команде АСК Ну да Как я и говорил Ход тренера Дабы немножко Говорится Остановить соперника Стали Волейболисты АСК Приближаться К локомотиву Ну в принципе Еще далеко 15-21 Но не хочет Менять свой состав Пламен Константинов И забивает мяч Алексей Родичев 22-15 22-16 Да спасибо 22-16 Чуть-чуть Ошибся Поправляет меня 6 очков Преимущество Локомотива Нет Не точная подача И кругов Ну не удается Ему тяжело Конечно же Без игровой практики Как говорится Выходить Да С корабля на бал Даже тебе 35 лет Ну и тут же Начинает зажигать Вот пожалуйста Тройка Тех кто Вполне возможно Будет В следующем матче Изначально В старте уже Быть Это показали нам Связующего Константин Абаева Дмитрия Щербинина Ну и Илья Сокуркаева Центрального блокирующего Двух блокирующих Получается И Родичев В данном моменте От тройного блока Уходит Говорится Я от дедушки ушел Я от бабушки ушел От тройного блока Тоже убежал Хитер Родичев По линии Отыгрался от блока Очень технично И ушел на подачу 23-17 Еще и неплохая подача Получается У доигровщика Локомотива И тройной блок Локомотива Тоже здесь Неплохо действует А вот здесь Не успели Разобраться За счет Опять же Очень быстрых действий В гости забивают Хорошая передача была Смотрим мы еще раз Здесь моментально Первый темп И пожалуйста Забивай не хочу Денис Петровс Здорово сориентировался Но Амельников был Тут как тот Сам же отправляется На подачу И это матч Получается уже Для Локомотива 24-18 Третий сет У нас заканчивается Ну Посмотрим все таки Способны ли Волейболисты АСК Перевернуть К аркету происходящего В первом матче Напомню 3-2 Был счет В пользу Локомотива Но было это в гостях Лызик был На подаче Блок Локомотива Нет не удается Сейчас сыграется Здорово играет Виталий Фицов Давай-давай Подбадривают своих Ребят Андрей Титич Поглядывая на табло Локомотив арена Там отрыв Довольно существенный 24-19 Пять матчболов Нужно отыграть Шутка ли, да? Ну хорошая подача И Сави Рискует Титич Рискует и ошибается В данном моменте Многоопытный Андрей Титич Надо было мяч Просто перебрасывать 25-19 С таким счетом Завершается у нас Третья партия Ну и получается По партиям 25-17 25-21 25-19 В трех партиях Команда Пламена Константинова Добывает Очередную победу В турнирной таблице Не поднимается На пятое место Потому что Там Факел Как говорится Еще на две победы Впереди Мы на этом Завершаем Наш прямой репортаж Из Локомотив Арена Из Новосибирска Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры